Приветствую вас! Я бы сказал, что вы даете довольно странный запрос психологам, прося помочь вам не думать о том, что беспокоят. То есть, вы не хотите, например, разобраться с тем, что происходит, вы не хотите, например, понять, почему так происходит, да? Вы, брат, хотите об этом не думать и хотите, чтобы вам помогли об этом не думать. Ситуация заключается в том, как вам и сказали, в общем-то, мои коллеги, что не думать об этом нельзя, потому что это ваши чувства, это то, что происходит с вами. И самое главное, самое главное, что данные события свидетельствуют о том, свидетельствуют о том, что у вас есть определенные желания, определенные потребности, вот. что у вас есть определенная модель поведения, которая приносит вам только негатив. в том, что вы пишете о том, что расстались со своим молодым человеком. Вы пишете о том, что расстались вы с ним по своей инициативе. Это значит, что вы решили, что больше в отношениях вместе вам быть, ну, не стоит. Вы так решили, и это, безусловно, ваше право. То есть, вы находитесь в своем праве, значит, когда, ну, когда решаете не быть в отношениях. Но, разве не означает это, что мужчина вам больше, например, не по душе? Разве не означает это, что с ним вы больше вместе быть не хотите? Разве означает это, разве не означает это, что ваши чувства к нему ушли? Вот, судя по тому, что пишете вы, нет. Судя по тому, что вы пишете, ваши чувства к нему еще есть. Они еще имеются. И это чувство не любовь, потому что любовь это принятие, это желание счастья другому человеку. Ну, в данном случае, вот, вашему мужчине, бывшему. Но вы не рады, потому что он живет дальше. Почему? Либо, потому что вы сравниваете себя с ним, и понимаете, что вот он дальше живет, он живет дальше, да? А вы, например, не можете. И от этого вам становится больно. Либо с ним связаны ваши определенные попребности, которые вы реализовывали. Либо тайные мечты, надежды, надежды, что он вернется, надежды, что все образуется. Либо ваше представление о себе благодаря этой ситуации серьезно изменились. То есть, ну, например, вы почувствовали, допустим, допустим, вы почувствовали, ощутили, что, например, вы не настолько значимы для него. Но разве это его ответственность, что вы так себя почувствовали? Разве, когда вы с ним расстались, он не получил право на свободную жизнь? Или вы считаете, что он должен быть один до тех пор, пока вы не успокоитесь, до тех пор, пока вы будете нуждаться в том, чтобы он был один? То есть, в некоторой степени ваша позиция является детской. Потому что, да, вы расстались, но он живет дальше. Так, как может, так, как может, так, как умеет, так, как хочет, например. И не обязательно, что он эту девушку любит, не обязательно, что он действительно с ней счастлив. Вот. Но дальше жить как-то нужно. Так, значит, сегодня ровно три месяца, как я рассталась с молодым человеком. Это произошло по моей инициативе. А что не понравилось, за чего расстались? Сегодня я узнал, что у него уже полтора месяца, как есть девушка. И они особо не скрываются. А должны? Скрываться должны? Ну, знали вы, что у него полтора месяца есть девушка, и что? То, что вы не можете отойти от отношений, не значит, что он не может отойти от отношений. Или вы считаете справедливым равнять человека по себе? Ну, вы считаете, нормально, что вы судите о другом по себе, по своим чувствам? Так, как можно было так быстро вступить в отношениях? Ну, это вопрос к нему. К вам это какого? К вам это как относятся? Я была инициатором разрыва, но до сих пор не хочу отношений, еще не отошла. И это нормально. Это нормально. Это вы, это ваша реальность, это ваша индивидуальность такая. А почему, для чего, для чего мужчине быть таким же? Почему мужчина должен, грубо говоря, вести себя так же? Если у вас, если вы еще не отошли, да? Ну, хорошо. Все. Это вы и вы не отошли, а он отошел. Вот. Если вы расстались, вы его освободили. Все, он может действовать как хочет. Дальше. Хорошо. Дальше. Так, я была так. Понимаю, что нужно время. А он уже другой. Хотя, я говорю, ты любит только меня, а не представляет никого рядом с собой, кроме меня. Получается, врал. А какая разница сейчас, если вы уже расстались? Какие чувства в вас это вызывает? Ну, допустим, врал. Допустим, врал. Хорошо. Но вы уже расстались. Какая разница? Если врал, то что? А если не врал, то что? Понимаете, какой момент? То есть, мне кажется, что вы слишком много внимания уделяете человеку, с которым вы уже расстались. Вот. Который для вас, по сути, чужой. Так. Открыл все соцсети и постит фото. Я в шоке. А с чем связан шок? Аноним. Вполне возможно, что вы привязаны к мужчине все еще. И привязаны вы к нему достаточно сильно. Вполне возможно. И вполне возможно, что именно эта привязанность уменьшает вам двигаться дальше. Вот уже на протяжении столького количества времени. То есть, грубо говоря, три месяца, да? Вот. То есть, мне кажется, что это, ну, как минимум, заслуживает внимания. Ваше убеждение, ваше убеждение, что мужчина должен, ну, до сих пор по вам страдать и не двигаться дальше. Вот. И то, что вы об этом думаете, говорит о том, что вы его не до конца отпустили. Мужчину. Вот. Не завершили отношения с ним. В этом вам можно помочь. И когда вы измените взгляд на всю эту ситуацию в целом. Вам уже не нужно будет переставать думать об этом. Вам будет достаточно того, что вы будете делать. Вот. Ну, а пока что по вашему тексту очень хорошо получается детская позиция. То есть, вот я с мужчиной рассталась, значит, я его отпустили, а теперь переживаю, почему он уже другой. Ох уж. Только, только потому, что мне кажется, мне кажется, что еще рад. Ведь он же ведь, эээ, он решает для себя, рано или нет. Это его право, это его выбор, это ему решать. Понимаете? Не вам, ему. А вот. И то, что вы не допускаете того факта, что мужчина, эээ, сам решает свою жизнь. Да? Да? Вот. Это, конечно, весьма и весьма тревожный знак именно для вас. Ну, именно вот. Эээ, для вашей будущей жизни. Потому что это говорит о том, что вы ориентированы на него, а не на себя. И, возможно, именно потому что вы ориентированы на него, а не на себя, вы и продолжаете находиться, вот, в, эээ, ну, вот, в таком состоянии. То есть, состоянии, когда вы до сих пор не отпустили и не пережили отношения. Вот. Так что, я думаю так. Вам нужно обратить внимание именно на аспекты своего восприятия. То есть, вот, какие чувства вызвала у вас эта новость, и на чём они, эти чувства, соответственно, базируются. То есть, ну, почему именно эти чувства? Эээ, вот. Вот так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.